Книга «Открытым окон», том 6, вопрос 1552, тема «Смерть». Наш отец похоронен в Киргизии. Теперь наши почти все переехали в Россию. Стоит ли тратиться на то, чтобы перевести прах отца и похоронить рядом с его родителями и с нашей мамой? Не грех ли перевозить останки человека с места на место? Что это дает? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нас должно интересовать только мнение Бога, которое отображено на страницах его книги, то есть Святой Библии. Послание к евреям 11.22. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Деяние 7.16. И перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Эмора Сихемова. Книга Исход 13.19. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвую заклял сынов Израилевых и сказал, посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда. Перезахоронение есть в любой нации, в любой религии, кроме Индонезии, где все трупы съедаются птицами и кости сжигаются. Православная церковь торжественно проводит перезахоронение, когда в этом есть нужда, или когда месту захоронения угрожает затопление или уничтожение кладбища. Книга Бытие 47.29. И пришло время Израиля умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте. После смерти, простите, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте. После гибели Самсона с врагами его привозят с чужбины домой. Книга Судей 16.31. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его. Из других стран старались всегда привозить кости умерших, которые уже и телами назвать нельзя было. Второе царство 21.14. И похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, и кости, повешенных на солнце в земле Вениаминовой, в целом, в огробе киса отца его. Христиане выкупали за большие деньги тела своих братьев и сестер и торжественно хоронили их. Если есть деньги и разрешение тамошних органов на вскрытие могилы, то ничто не препятствует этому совершиться. Конечно же, хорошо, когда все родственники в одном месте и панихиды удобно совершать, и поклониться праху родных. Четвертое царство 23.30. И рабы его повезли его мертвого из Мегидона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. Продолжение следует...